И тут ты не сдержишь смех. Добро пожаловать на WatchMojo Россия. И сегодня мы представим топ-10 сцен, где актеры не смогли сохранить серьезный вид. Прежде чем мы начнем, напомним, что публикуем новый контент каждый день, поэтому обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. В этом списке мы рассмотрим сцены, которые были настолько смешными, что актеры не могли не рассмеяться или хотя бы улыбнуться. Но вместо того, чтобы переснять эти неудачные моменты, они в конечном итоге оказались в фильме. Мы не включали в это видео случаи, которые произошли в прямом эфире. Номер 10. Самый отвратительный звук в мире. Тупой и еще тупее. Некоторые из лучших моментов фильма «Тупой и еще тупее» были импровизацией, но эта сцена, возможно, самая гениальная. Оказавшись в компании дурачков Гарри и Ллойда, псих пытается держать свои негативные эмоции под контролем. Как только парни успокаиваются, Джим Керри начинает издавать самый отвратительный звук в мире. Камера так быстро переключилась с разочарованного лица психа, что большинство зрителей упустили момент, когда Джефф Дэниелс прикусывает губу, пытаясь держать смех. Очевидно, он понятия не имел, что произойдет дальше. На самом деле, в трейлере к фильму мы можем дольше наблюдать, как Дэниелс постепенно собирается силами и участвует в этом поединке крикунов. Хотя это и сверхъестественная драма, но этот сериал иногда поражает зрителей своим чувством юмора. Джаред Подалеки был застигнут врасплох, когда коллега Дженсен Экклс импровизировал эту фразу. Как только удача покидает Сэма и Дина, они обнаруживают, что их обворовала Белла. По словам Подалеки, сцена должна была закончиться тем, что братья наблюдают, как Белла уезжает. Экклс решил немного симпровизировать и выкринкнуть эту эмоциональную фразу. Хотя Подалеки пытается скрыть свои эмоции, вы все равно можете заметить, как он облизывает губы и начинает улыбаться, прежде чем отвернуться от камеры. Номер восемь. Банда проигрывает. В Филадельфии всегда солнечно. При создании этого сериала было множество бесценных, неудачных дублей. Но иногда вы можете заметить и в самом фильме, как актер вышел из образа. Хотя таких примеров слишком много, чтобы выделить только один, создатель сериала и актер Роб Маккелхенни, пожалуй, отличаются от всех. Актер Чарли Дэй также изо всех сил пытался сохранить невозмутимый вид, хотя он обычно не смеется на камеру. Нам особенно нравится сцена, где ребята топят свои печали в канистре бензина. Не пытайтесь повторить это дома. И Кейтлин Олсен произносит самую гениальную фразу, которую только можно представить. Никто из актеров не смог сдержаться, и мы их не виним за это. Номер семь. Мороженое. Симулянт. Самым забавным моментом из этой комедии была импровизация, которая, кажется, идеально подходит для этого топа. Фильм рассказывает о человеке, который притворяется умственно отсталым, чтобы принять участие в специальной олимпиаде. И в конечном итоге заводит дружбу со своими соперниками. После того, как парни нарушают комендантский час, ответственный за них человек придумывает историю о мороженом. Но Глен палит их, когда произносит эту забавную фразу. Сцена безупречна, поскольку Глен выглядит действительно растерянным и раздраженным из-за того, что у него нет никакого мороженого. Это настолько смешно, что мы можем заметить, как актер Джонни Ноксвилл начинает смеяться, прежде чем кадр сменяется на Кэтрин Хэггл. Номер шесть. Я ненавидел полковника. Я женился на убийце с топором. Роль Майка Майерса в этой черной комедии не является самой популярной, но в ней есть персонаж-шотландец, который стал прообразом Шрека и Жердяя. Поэтому всякий раз, когда в фильме показывают одного из персонажей Майерса, Стюарта Маккензи, это всегда очень смешно. Стюарт – большой болтун, который считает, что полковник Сандерс является членом могущественной секретной организации, которая контролирует мир. Он также утверждает, что полковник подсыпал химическое вещество в курицу. Когда Стюарт заканчивает свой монолог, актер Энтони Лапалья делает все возможное, чтобы спокойно потягивать пиво и кивать, но не может сдержать свою улыбку. Номер пять. Привет, Клариса. Кабельщик. Джим Керри снова оказывается в нашем топе с еще одной импровизацией. Как ни странно, в этом моменте снова присутствует курица. В средневековом ресторане Кабельщик подсаживается к своему новому лучшему другу Стивену. Поскольку Стивен не собирается есть куриную шкурку, Кабельщик пользуется возможностью поиграть с ней. Актер Мэтью Бродерик явно был не готов к тому, что Керри накроет лицо кожей и воспроизведет сцену из фильма «Молчание ягнят». Зрителям непонятно, смеяться с этого момента или расстраиваться. Однако эта сцена явно повеселила Бродерика, поскольку он не смог скрыть свою улыбку. В фильмах «Форсаж» возможно не самые сложные персонажи, но никто не может отрицать, что химия между актерами феноменальна. Всегда приятно наблюдать, как слаженно работают актеры, особенно в этой сцене. На барбекю роман подшучивает над крутым Хоббсом, которому нужно детское масло. Дуэйн Джонсон в свою импровизацию упоминает большой лоб романа. В то время как Тайрису Гибсону удается оставаться в образе, Лудокрис так и не успевает допить свой напиток. Мы, честно говоря, никогда бы не подумали, что Лудокрис поперхнется напитком, и именно поэтому этот момент такой забавный. Номер три. Кожаные штаны. Третья планета от Солнца. Проведя несколько сезонов в Saturday Night Live, Джейн Куртин знает, как сохранять спокойствие в самых смешных ситуациях. Но даже она не смогла остаться спокойной в этой шикарной сцене сериала Третья планета от Солнца. В дополнение к своему великолепному новому образу, Дик натягивает на себя кожаные штаны. Даже треск брюк не может оставить Куртин равнодушной. Когда Джон Лидго встает и начинает ходить, Куртин больше не может сдерживать свой смех. Момент оказывается настолько смешным, что камера переключается, когда Куртин пытается произнести свою следующую реплику. Затем, когда Лидго выходит из комнаты, она дает волю своим эмоциям. А сейчас перейдем от Дика Соломона к еще большему Дикусу. В этой сцене из жития Брайана актерам массовки, играющим охранником, было запрещено смеяться. Они не знали, что будет происходить в сцене, и солдат начал хихикать, услышав имя Херус Длиннус. Майкл Пейлин решил не обращать на это внимания и приказал солдату прекратить смех. Пейлин не вышел из образа. Он подошел к другим охранникам и практически спровоцировал их на смех. Один охранник в прямом смысле должен был втянуть свои щеки, чтобы не засмеяться. Да даже Пейлин с трудом справлялся со своими эмоциями. Номер один. Суперкопы. Полицейский из Беверли-Хиллз. Успех этой комедии о полицейских во многом обязан Эдди Мерфи и другим актерам, которые сымпровизировали некоторые забавные реплики в фильме. По-видимому, было снято много дублей, потому что актеры не могли сдерживать себя. По сообщениям, Мерфи выпил кофе до съемки этой импровизированной сцены. Это объясняет, почему Аксель Фолли так возбужден, когда он прикрывает детективов Розвуда и Таггарта. Фолли придумывает историю, в которой его коллеги-офицеры представлены как суперполицейские. Во время сцены актер Джон Эштон прикрывает лицо, чтобы сдержать свой смех. К счастью, он контролирует свои эмоции и практически выдерживает всю сцену. Вы согласны с нашим выбором? О каких моментах в кино, когда актеры не смогли сдерживать свое серьезное лицо, мы забыли. Напишите о них в комментариях. Посмотрите другие отличные видео на Учмоджа Россия, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok